Вы омыты, вас очистили, вас оправдали, чтобы вы были таким, словно никогда не согрешали. Вас осветили, отделили ради Бога. Вы не были созданы для того, чтобы служить греху. Бог вмешался, чтобы освободить вас. Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы услышать это в церкви, а не за ее пределами. Здравствуйте, с вами пастор Аллен. Я рад снова видеть вас. Мы живем во время, которого я еще не видел в своей жизни. Обилие перемен, страх, смятение, хаос, паника. Мы видим, как все это проявляется вокруг нас. От ковид до бунтов на улицах. Это хаотический сезон. Нам пришлось изменить наш график. В эти времена мы проводим служение на улице, и мы приглашаем вас с собой. В это время тело Христово должно встать, как единое целое. Мы не хотим, чтобы был пробел между тем, что мы делаем здесь, как община, и что мы делаем в нашей стране и по всему миру. Если вам покажется, что мы на улице, то так и есть. Если вы увидите на мне пот, то это помазание, а не влажность в Теннесси. Бог верен. Я верю, что Бог работает в это время. Я верю, что Он отправил нас молиться домой, потому что молитвы Его людей важны сейчас. Сегодняшний урок из цикла о том, что случилось с грехом. И этот урок посвящен очищению. Бог сделал все для того, чтобы мы с вами были праведны перед Ним. И вы должны знать, почему в такое время Бог слушает ваши молитвы. Для меня огромная честь быть с вами. Итак, доставайте свои Библии, и давайте послушаем, что Господь приготовил для нас сегодня. Приятного просмотра. Каждую неделю мы выбираем тему. И на этой неделе наша тема звучит так. Что случилось с грехом? Это уже не модно. Мы не любим говорить об этом. Мы сразу переносим ответственность, и грех не попадает в разговор, даже в церковном мире. Но мне кажется, что для Бога грех остается важным вопросом. И на этой сессии мы поговорим о том, что мы очищены. Как мы можем очиститься от пятна греха? Это возможно. Грех не обладает силой, способной определять наше будущее, если только мы не даем ему такую силу. Бог вмешался от нашего имени, чтобы мы могли освободиться от тяги к греху и последствий греха. Но есть нечто, что мы должны сделать. Это наша цель сегодня. Я буду говорить быстро, так что, надеюсь, вы будете внимательны. Будете, да? Повернитесь к соседу справа и скажите. Я умею слушать. А теперь повернитесь к соседу слева. И скажите ему, а по тебе не скажешь, но я тебе помогу. Итак, очищены. Начнем с нескольких наблюдений. По правде говоря, это откровение из Писания. Если вы не читаете Библию, не верите ей, то не поймете этого. Есть два заявления, касающиеся греха. Первое. Грех смертелен. Если кто-то не вмешается от вашего имени, то грех для вас является смертельным. Он приведет вас к погибели. Никто не избежал этого. У него стопроцентные показатели. Второе, что вам нужно знать о грехе, он очень заразен. Он очень заразен. Вы понимаете, это интуитивно. Если вы видели, как кто-то вел себя неправильно, то как часто вы ощущали желание поступить так же. Прежде чем вы скажете «нет», я хочу, чтобы вы вспомнили со мной трассу I-24. Какой-то болван ведет себя неправильно, и вы ощущаете право ответить ему неблагочестивым образом, потому что это он начал первым. «Я не виноват». Это из-за его вождения я так отреагировал. Я могу перейти на личности. Предположим, что один из залов церкви заняли подростки. Если бы я пришел туда с бесконечными запасами пива и порнографии, то, как вы думаете, сложно было бы мне найти желающих? Грех заразен. Для него не нужны особые тренеры и наставники. Если у вас есть кредитка и бесконечный доступ к магазинам, то вам нужна настоящая дисциплина, чтобы не попасть в неприятности. Если у вас есть нечестивые наклонности, и кто-то, обладающий авторитетом, говорит вам на них «давай», мы все проходили через это. Мы смелее в группе. Грех очень заразен. И вот вам всего два факта. Он фатален, смертелен, если его не решать, и очень заразен. Мы живем во время пандемии, но я считаю, что она не одна. Мы много слышали о COVID-19 и глобальной пандемии. Мы получаем данные со всех сторон мира. Показатели заражения, смерти, госпитализации. Практически все масс-медиа делятся с нами обновлениями по пандемии COVID-19. Но есть другая пандемия, которая бушует вместе с ней. Бунт против Бога или грех. Мы видим беспрецедентное проявление греха в мире, и он влияет как на церковных, так и на мирских людей. Мы видим больше отступничества, отказы от Писания, больше религиозных христианских групп, которые утверждают, что Библия не является Словом Божиим, а Иисус, Сыном Божиим, воплотим, что библейские границы сексуальности устарели. Они предлагают отбросить их. Технически это называется отступничеством, а суть этого — бунт против Бога. Это и есть пандемия. Мы много слышим о COVID в последнее время. Он заставил нас принять новые вещи, и практически все они связаны с нашим желанием выжить. Мы впервые услышали о нем несколько недель тому назад. Мы считали, что он смертелен, и поэтому слушали внимательно. Но у нас не было достаточно научных данных. У нас были лишь теории, которые прикидывались научными. Большинство ответов базировались на страхе. Потому что информации было мало, но мы отреагировали. К счастью, большинство из нас не пережили трагических событий, связанных с COVID. Но сейчас мы говорим о вещах, о которых даже и не думали три месяца тому назад. Я имею в виду такие слова, как социальное дистанцирование. Они говорят, что с медицинской точки зрения нам лучше оставаться дома, но если нам нужно куда-то пойти, мы должны держаться на расстоянии. Возможно, кто-то из вас практиковался в этом хотя бы раз за последние 70 дней. Мы практикуемся в нем сегодня. Вот почему мы здесь. Мы узнали о карантине. Но это нечто новое. Мы отправляем на карантин здоровых людей. Церкви, корпорации, рестораны, маленький бизнес, спортивные соревнования, турниры по гольфу. Никому нельзя на улицу. Не ходите на пляж. У нас карантин. Сидите дома. Если вы здоровы, сидите дома. Потом мы узнали о масках. Мы все еще узнаем. Надеюсь, вы понимаете, что маска призвана защитить других от вас. Когда вы носите маску, то защищаете других. Она не защищает вас от других. И все мы ждем спасения в виде вакцины, чтобы больше не бояться ковида. Говорят, что от страха не избавиться, пока не будет вакцины. Я бы хотел взять эти же критерии и применить их к другой пандемии. Бунту против Бога. Грехом. Ему мало кто уделяет внимание, особенно медиа. Я считаю, что грех — это неудобная истина. Мы не любим говорить о нем. Наша реакция на грех намного слабее нашей реакции на COVID-19. Практически все мы пережили кардинальные перемены в поведении из-за вируса. Но когда мы говорим о грехе, то очень и очень беспечно. Честно говоря, главная причина кроется в том, что мы не считаем его смертельным. Мы думаем, что сможем его победить. Мы не думаем, что у греха есть последствия. Но несмотря на это, все это не так, потому что каждый из нас пережил встречу с разрушительной природой греха. Каждый из нас, кому старше 12 лет, был связан с человеком, который жил в бунте против Бога, вы видели плоды разрушения, которые он принес. Я прав? Кто из вас видел разрушительную силу греха в жизни другого? Все мы это видели. Но мы склонны откладывать это. Я хочу использовать уроки COVID, чтобы взять и применить их для себя. социальное дистанцирование. Не будьте рядом с людьми, которые увеличивают шанс на неблагочестие. Просто не делайте этого. Сидите дома. Не ходите в места, где практикуют грех. Не делайте этого. Далее маски. Живите так, чтобы другие не грешили. Нет вакцины от греха. Мне кажется, что в христианской церкви мы пытались жить так. Спасение и обращение – это не вакцина от греха. Рождение свыше? Оно никак не избавляет вас от последствий за практику греха. Римлянам, 5 глава, 12 стих. Тут говорится посему, как одним человеком. Грех вошел в мир. И грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. У всех нас проблема. Ни у кого нет иммунитета. В послании к Галатам, 3 главе, сказано, но Писание всех заключило под грехом. Я хочу взять проблему греха и разделить ее по трем ведрам. Бог затрагивает вопрос греха в послании к Ефисанам, 1 главе, 7 стихе. В котором сказано здесь, мы имеем искупление крови Его, прощения грехов. Благодаря крови Иисуса, прощение грехов стало доступно всем людям. Этот вопрос не связан с нашим ростом, интеллектом, социальным статусом, нашей школой или нашим акцентом. В послании к Колоссянам, 1 главе, сказано так. Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Он спас всех нас. Бог отправил поисковую миссию, чтобы спасти нас от последствий греха. И это доступно всем. Мы не можем игнорировать грех. Или спасти себя сами. В 1 послании к Коринфянам, 6 главе, нам напоминают. Или не знаете, что неправедны царство Божие не наследуют. Павел пишет это церкви. Не имело значения. Если вы были иудеем и были народом завета или частью собрания верующих, вы не можете практиковать нечестие и наследовать царство Божие. Это невозможно. А после этого она дает список из дюжинных характеристик. Это не инклюзивный список. Сексуальная моральность, прелюбодеяние, идолопоклонство, проституция, гомосексуализм, воровство, жадность, пьянство, богохульство. Люди с такими характеристиками не наследуют царство Божие. А потом мы видим радостную весть. Но вы омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. Вы омылись, очистились, оправдались, чтобы быть такими, словно вы никогда не грешили. Вы были освящены и отделены для Бога. Вы не были созданы для того, чтобы служить греху. Бог вмешался, чтобы избавить нас. Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы услышать это в церкви, а не за ее пределами. Мы думали, что что-то другое избавит нас. Лучшая экономика, правильный политик, правильная идеология, но проблема в нас. А избавление приходит лишь тогда, когда человек взывает господство Иисуса из Назарета. Он прощает наши грехи, очищает, освящает и оправдывает нас. Кроме того, сказано, что сила греха разрушается в нашей жизни. Его сила разрушается. Нас не убирают с арены греха. Мы продолжаем бороться с искушениями. Они проявляются по-разному. Похоть, и не только сексуальная. Мы можем сильно желать еды. Это называется обжорством. Мы можем сильно желать власти. Мы можем сильно смотреть на то, что есть у других, и желать этого. А это зависть. Мы видим все это вокруг нас и внутри нас. Жадность, гордыня. Мы меняем наше сознание, чтобы затуманить разум и эмоции с помощью алкоголя или наркотиков. Законных и незаконных. Согласно Библии, это чародейство. Мы отупляем себя. У нас есть проблема со грехом. Мы просто отворачиваемся от нее. Но сила греха разрушается над нашей жизнью, если мы решаем сотрудничать с Богом. В послании к римлянам 6 главе сказано. Это 11 стих. «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе». Нам дается задача. Если вы мертвы для чего-то, то это не влечет вас. Мне нравится шоколад. Я неразборчив. Люди спрашивают, ты любишь светлый или темный шоколад? Да, ты любишь шоколадный торт, шоколадный пирог. Ага, шоколадные конфеты. Да, я просто люблю шоколад. Но я уверен, что когда мое земное тело перестанет работать, то даже похоронив меня в ММДМС, вам не удастся искусить меня. Никакого влечения и внимания с моей стороны. Все хорошо. Нам дается указание считать себя мертвыми для греха и не допускать его. В той же главе, в 13 стихе сказано «И не предавайте членов ваших греху». Не делайте этого. В орудии неправда. Но представьте себя Богу. У нас есть роль, которую мы должны сыграть. И вместо того, чтобы ввязываться в это дело, мы меняем тему разговора. Мы ищем определение пошире. Раньше мы считали, что это грех, но теперь Верховный суд разрешил. Это закон страны. Друзья, они все законы страны справедливы по своей сути. Римлянам 6, 22 говорит «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Бога». Здесь не просто так дается такой контраст. До искупления Иисуса мы были рабами греха, а теперь нас освободили. Нас освободили, чтобы мы стали рабами Бога. И сказано, что в результате этого мы получаем жизнь вечно. Но возмездие за грех. И если вы решите практиковать грех, все мы сталкиваемся с искушением. Все мы переживаем это время от времени и совершаем грехи. Но есть разница между борьбой с грехом и практикой греха. Изо дня в день, от недели к неделе. Мы держим лицо, но практикуем грех. Сказано, что возмездие за грех – смерть. В послании к Римлянам 8, главе 13 стихе сказано, «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Это контраст. Нам нужно сделать выбор. «Верим ли мы в то, что сказал Бог? Будем ли мы устраивать свою жизнь соответственно? Или мы выберем свой путь? Мы не можем прятаться в церкви». Это не послание для язычников, безбожников, аморальных людей, которых вы хотели бы видеть с другими. Это послание должно стать личным для нас. Последний аспект – борьба с грехом. Это борьба, и мы должны признать это. Если мы прикидываемся, что выше этого, мы не искренне. Не имеет значения, сколько лет вы были христианином, сколько проповедей слышали, как часто служили или как много давали. Библия описывает грех как нечто, что крадется у наших дверей. Он хищник. Петр сказал, что наш соперник ходит, как рыкающий лев. Он злой. Он не играет по-честному. Он пользуется эмоциональной уязвимостью, слабостью, стрессом. Он злой и бесчастный. Римлянам 7, 25 говорит нам, «Итак, тот же самый я умом моим, служу закону Божию, а плотью – закону грехам». Это пишет апостол Павел. Он говорит, что в разуме принял решение почитать Бога, но в своей земной природе, а она есть у всех, даже у рожденных свыше, я все равно продолжаю бороться со грехом. В послании Галатам 5, главе 24 стихе сказано, «Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, вы должны сделать что-то со своей старой земной плотской природой. Вы не можете спрятать ее, принарядить». В послании Галатам 6, 8 сказано, «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет лени, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Каждый день своими словами, поступками, мыслями, всей своей личностью вы сеете в тот или иной урожай. Вот почему все те ограничения, которые принес ковид, актуальны и для вашей духовной жизни. Социальное дистанцирование, карантин от греха. Во втором послании Тимофею 3, главе сказано, «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». А затем он перечисляет дюжину характеристик человека, которые усугубятся, и три из них связаны с любовью. Сегодня многие говорят, что Бог — это Бог любви, но Новый Завет говорит нам любить друг друга. Как же Бог любви может наказывать или судить? Да, Он Бог любви, но вы игнорируете то, что Он Бог справедливости и истинности. Послушайте этот список. «Ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. А затем Павел говорит главное. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Уйдите в карантин от них. Он описывает религиозных людей. Он пишет молодому человеку, которого наставляет вере. Это описание поведения, которое будет превалировать среди тех, кто находится в мире религии. Они больше будут любить удовольствие, чем Бога. Они не будут любить благочестие. Они будут любить себя и деньги. Таковых удаляйся. Есть лишь одно решение для нашей греховной природы, и это казнь. Не физический вред. Мы должны взять старую плотскую природу и не кормить ее, не питать ее, разобраться с ней. Социальное дистанцирование от плотских христиан. Они называют себя христианами. Но если их жизнь не приносит плода, развиваются другие отношения. Приближайте к себе людей, которые будут ободрять вас в благочестии, в святости и чистоте. Мы далеко отошли от этих концепций. Они кажутся нам чуждыми. Они кажутся нам далекими. Нет решения тем проблемам, с которыми сталкиваются люди, если мы не решим проблему греха. Нет экономического, политического или идеологического решения. Это проблема всех. Она выше народов, правительства. Слава Богу, что Он дал нам возможность освободиться. Слава Богу, что Он дал нам одержать победу. Я бы хотел поговорить с вами перед тем, как закончиться. Мы проводим служение на улице. Пока что это самый безопасный метод. Вы можете держаться на расстоянии от других. Берите свое любимое кресло. Мы всем даем бутылки с водой. В июле у нас запланированы особые служения. По субботам вечером у нас концерты. Там будут Мэтти Уэст и Биг Дэдди Уэйв. Я приглашаю вас к нам. У вас может быть своя поместная церковь. Я не пытаюсь вас переманить. Но если вы еще не встречаетесь, то приходите и поклоняйтесь народам Божьим. Мы хотим, чтобы вы вернулись в свою церковь, когда ее двери снова откроются. Важно, чтобы народ Божий собирался вместе. 90% людей, которые поклонялись в церкви в январе, теперь не поклоняются вместе. Важно, чтобы мы были вместе. Приезжайте в Мерфисборо на наше служение. Привозите друзей. Я хочу помолиться за вас. Отче, я благодарю тебя за всех. Спасибо, что мы не одни, что ты не покинул нас. Возможно, мы сидим по домам, но ты хранишь нас, обеспечиваешь нас. Я молюсь, чтобы дух страха был разрушен в нашей жизни. Пусть смятение рассеется, как дым на ветру. Пусть придет ясность, чтобы мы могли вернуться к работе, жизни, учебе. Освободи нас. Спасибо за твой народ, за их силу в этой общине и этом регионе. Во имя Иисуса. Аминь. Вы не одни. Всемогущий Бог присматривает за вами. У Него есть план и цель на вашу жизнь. Я рад, что был сегодня с вами. До скорых встреч на нашей программе. Давайте вместе читать по плану Библию за год. Для этого нам потребуется около 15 минут в день. Через крест Иисуса Христа приходит Божие обеспечение в нашу жизнь. С помощью молитвы вы можете открыть дверь для осуществления Божьего плана в вашей жизни. В ответ на вашу поддержку нашему служению, и чтобы поддержать вас в познании Бога, мы хотим выслать вам в качестве подарка книгу молитв пастора Аллена «Через крест» молитвы на каждый день. Также вы можете приобрести серию из пяти дисков «Через крест» пастора Аллена. Ваша поддержка позволяет нам выходить в эфир. Заказать книгу можно на сайте или по телефону. Вместе мы меняем этот мир. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Давайте вместе читать по плану Библию за год. Для этого нам потребуется около 15 минут в день. Через крест Иисуса Христа приходит Божие обеспечение в нашу жизнь. С помощью молитвы вы можете открыть дверь для осуществления Божьего плана в вашей жизни. В ответ на вашу поддержку нашему служению, и чтобы поддержать вас по знании Бога, мы хотим выслать вам в качестве подарка книгу молитв пастора Аллена «Через крест молитвы на каждый день». Также вы можете приобрести серию из пяти дисков «Через крест пастора Аллена». Ваша поддержка позволяет нам выходить в эфир. Заказать книгу можно на сайте или по телефону. Вместе мы меняем этот мир. Субтитры создавал DimaTorzok